Снимаешь? Да. Да? Да. Приехали в аэропорт. Шереметьево. Шереметьево, да. Шереметьево, да. Какая отличная погода сегодня. В Европу, в Европу, в Европе. Да. Ближе к солнышку. Видите. Штан прикольный. Мы-то снимаем в разных промежутках времени. Мы думаем, что интрига будет какая-то. Да, да, да. А видео-то все будет в течение двух минут. Видео выложено, наверное, через неделю даже. Через полторы. То есть, у вас как бы интрига будет такая, двух минут. Да. Наши аутбиты. Куда мы здесь? Мы в джинсе сегодня. Я вообще не в джинсе. У меня короткая такая рука. А, ты видишь, что сверху? Да. В любимых конверсах, потому что это самая удобная обувь. А я в нике. Мне кажется, на всех летних фотографиях я в конверсах. Наверное, все подумают, что у меня нет другого обуви. А я страшный на всех летних фотографиях. Ты самокритичен. Да? В общем, мы идем на посадку. Сейчас сядем и покажем вам, как мы сели. Вон, уже посадку открыли, а мы все сидим. Мы всегда самые последние заходим. Мы не понимаем смысл, да, зачем так рано заходить? Чего ты там смотришь? Костику пишу. Костик, привет! Он, кстати, просил как-то передать привет ему. Да, Костик, привет. Все, мы уже заходим с нуля. Практически. У нас есть палка, чтобы делать себяшки. К собой держи в руках. Будем делать фотографии в полете. Ну что, мы прилетели. Ура, ура! Мне так не нравится, когда так снимают. Почему? Надо, чтобы нас снимали. Ну ладно. Все. Все, мы прилетели. Вену. Вену. Секрет раскрытия. Секрет раскрытия. Для нас это было 3 часа секрета. Идем получить багаж. Да. Температура 17 градусов. Время по местам... Ой, ну что ж. 9.33. Угу. Прилетели вообще прекрасно. Сели вообще просто замечательно. Я давно так не сойдемся. Мы выбираем себе покушать, потому что поздно прилетели. А я голодная. Как обычно. Нужна просто вода. Стил фото. Здесь на английском не написано, нет? Какие-то вкусные салатики взяли. Ну я думаю... Ну я думаю... Ну я думаю... Едем мы с аэропорта. На поезде. Купили билет. Билет? Один билет на двух людей. Я и Маруся. Тут даже журналы моды. Ну что, мы приехали в гостиницу. Вот такой вот у нас небольшой номерок. Новенький, чистенький, да? Ну он очень-гутный. Нас сначала поселили в какой-то огромной, там, три кровати. Но мы попросили все-таки одну. Да, и туалет для инвалидов. Да, и как-то здесь намного лучше. Ой, а что здесь? Вот и такая вот ванночка. Ой. Мне нравится. Тош, тебе нравится? Очень. А ты переверни вот так вот. Ну что? Ну что, говорит-то. Мы приехали в Вену. Добрались на метро. До станции Штефан Пласт. О, молодец. Нормально, да? Да. На заднем фоне вы можете видеть собор святого Стефана. Ему более семиста лет. Более семиста лет. Сейчас пойдем смотреть окрестности и все достопримечательностей и вообще все-все-все-все-все. Очень красиво, да? Да, красиво. Смотрите, какой грузовик. Вау. Такой? Да. Подписывайтесь наki. Дорога. Дорога. Ты меня там не жил». Я буду выспорить. Я думаю... Как я думаю, я тебе спроенважу. Это пареньole. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Мне спасибо. Ты меня не думала. Я люблю тебя. Ты меня не думала проиграть. Я бы выназил, Lassan. Я люблю тебя. Ты меня как разоч her. ну что гуляем по главной улице есть расположенная торгово-пешеходная улица все магазины куда же без зары но он все на самом деле прохладно карфнерстрасса правда не подожди керт наш трасс она называется вот так скажи что это магазин google я хотела просто вставить ну ладно это магазин дома дворец google продается даже оригинс но мне не нужен красная ковровая дорожка парадная лестница парадная лестница прям лакшин лакшин цветочки мне не нравится как он называется универмаг стэффл это что-то вроде нашего цветного нам так сказали а мы не в обратную сторону идем нет будет опять дуглас какой-то другой же сколько дуглас это кафе очень-очень-очень старое здесь придумали захерторт вот эти поэтому тут отель одновременно и кафе тут подают вот самый-самый-самый известный дамарусь это жирнющие взбитые сливки они вообще не сладкие ты торт лучше пробуй вот так вот вот он легендарный торт честно вообще ничего особенного а а а а главное венская опера молодец потрясаю мы идем дальше зашли в бургартен парк идем к зданию национальной библиотеки и там загорает вовсе правильно я тоже загорал идем к зданию национальной библиотеки тут есть мемориал моцарту есть мы его сейчас найдем то покажем да 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 тошенька да тошенька здравствуйте ну собственно вот он мемориал моцарту мы дошли вот оно здание национальной библиотеки это все находится в том же парке люди сидят пушают играют спят обедают сплетничают в общем кто на что гораст давай подсоединяй подожди она работает как все надо успеть снять и сфотографироваться о заработала не работала какие просторы какая красота тут все почему-то по газону ходят мы не знаем почему почему-то просто потому что так и надо да мы тоже решили не будем отставать тоже ходить по газону нет просто по газону надо ходить зачем его тогда сеять посмотреть на него как он красивый логично ну давай ты у тебя рука длиннее я подержу к вайфу я не могу почему нет у тебя такой ленища у меня проблема какая у тебя проблема поделись со мной поделись со всеми поделюсь с тобой поделись со всеми да ладно на улице стало жарко я стал меньше спать из-за чего что тебя беспокоит старость старость да что у коня какие-то глаза безумные короче было холодно мы пошли купили себе одежду Антон купил себе большую кофту и теперь не знает куда идти а Марусь купил себе жакетик очень красивый ну реально было очень холодно а сейчас стало жарко и я опять переоделась в свою а я теперь все это ношу 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 Марусь ношу или ношу 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 ой как ярко все буйство красок мне все равно очень красиво да вообще очень красиво мы прошли мимо библиотеку ну как прошли мы посмотрели библиотеку главную и теперь заходим в Хольксгартен в следующий парк я не произношу потому что у меня с произношением проблемы у Антона получше и идеально просто вы все равно простите меня за мой австрийский просто идеально я не специально Антон даже уже на немецком ругаться начал ну как немецко-руско-австрийском 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 ой здесь уточки уточки ой маленький стоит поплавать сейчас кажется кленочек он мчата маленький то что доставай фотоаппарат верни телефон мой надо выложить это не Миша свои воробушек смотри блин как это мило я хотел сделать селф с путками Маруся инстаграммится сразу разом давайте сфоткаемся разом тесто на тесто отдать тесто утром утром с Такие уставшие, посмотри, смотришь на них, как жаловался. Ну не все, ништяк, смотри, жует жвачки. Бубль-гум? Бубль-гум. Ой, а что здесь все, селись? Картины, походу, не что. Вау, не трейд. Да, смотри, художник. Правда? Нет. Давай, подсмотрим. Молодец. 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 Вот что попадает в таком селом? В ресторан кушает венский шницель, настоящий венский шницель. А где? Вот он. Этот? А я думала, вот это. С 1900 годов существует, покажи же папа. Это? Да. О, тут мило. Вообще, мило. А здесь Новый год, например. Может здесь бронировать, наверное? Нет. Может здесь бронь нужна? Если нет, снег. Как всегда. А, нет. Пахнет очень вкусно. Шницель. Картофельный салат. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня наш второй день в Вене. Третий. Второй. Ну, мы же ночью приехали. Ну, мы ночью ничего не видели. Вот третий же? Ну да, ладно, третий. Подожди, я не засняла красивый вид. Как этот собор называется? Какой? Мы сейчас в парке находимся Зигмунда Фрейда. А вы можете видеть вот на заднем фоне церковь Абета. Так сказать. Очень красиво. Сколько она завешана рекламой Кока-Колы? Ну, я показывать не буду. Все опять загорают, отдыхают. Сегодня намного жарче. Обещает доблю 26 градусов. Да. Давай, я с другой стороны. Давай. Давай, будешь справиться. Сейчас в тенек пойдем. Попа нас сразу хорошо смотрит. Что мы сегодня еще будем делать? Будем гулять, смотреть достоверничательности, ездить и потом вечером поедем в Будапешт. На автобусе. На автобусе. Очень интересный у нас такой опыт. У нас был уже опыт езды на автобусе. Ну да, когда мы из Венеции в Хорватию. Проходим мимо главного университета Вены. Здесь что-то раздают. Напротив университета опять парк такой небольшой расположен. Ну да. Слева одна. Театр. Тут театр. Да. Здесь очень много парков, да? Зеленая такая. Зеленый город. Мы пришли вообще в Ратушплац. Пока не видно. Главное Ратушплац. Но они готовятся к какому-нибудь празднику. Видишь там? Угу. Очень много зелени. Да, у нас такого нет. Угу. Нет. Нет, не настолько много. Пахнет тут как очень вкусно. Потому что там сирень. Отдыхают. От городской суеты. Нет, вообще в плане парка тут конечно очень классно. Угу. Угу. Очень здорово. Молодцы. Вот уже видно. Вот похоже на Ратушплац. Ага. И она вся застроена. Что такое? Эта камера очень отдаляет сим. Ой, смотри. Вот шиповником пахнет. Как он? Шиповник, да ведь? Наверное, да. Как он не может. Марусь, расскажи где ты покушала. Я не знаю название. Какие? Ты хочешь посоветовать место? Да. вот это я не понимаю что это за букву это ле боль было очень вкусно что-то кушала скажу салат сутунцом там яички были зелень помидоры тунец да поэтому если будете вене обязательно заходите сюда потому что нам это место посоветовали и мы не рекламируем у нас есть чеха ехали в наши новые апартаменты в Будапеште мы в Будапеште да здесь такая небольшая кухонка она нам правда не нужна диванчик телевизор столик вид на главный собор у нас правда не самый удачный вид потому что не с другими раз много было ехать да ничего страшного прямо в самом-самом центре такая спаленка ну и конечно куда же без туалета нам понравилось да тоже всем привет из нового места из новой страны в Будапеште да Европа она прекрасна тем что три часа и ты не то что в другом городе ты вообще в другой стране где другой язык другие люди другая валюта и вообще все-все-все другое вчера очень устали поэтому ничего даже не снимали приехали где-то в 11 наверное 12 мы были в отеле в апартаменте вот сейчас вышли гулять купили билеты на туристические автобусы но там удобно то что включены сразу автобус лодки и велосипеды на острове и целых на два дня да и он действует два дня стоит 22 евро но мы сказали что мы студенты нам сделали их по 17 на них похоже на конечно ты вообще на школьницу похоже мы не стали вышла на школьницы потом не сделали скидки скидки студентами поэтому если вы в европе то говорите везде что вы студент они даже студенческие не просят да не айсик ничего никакие карточки не вот поэтому сейчас мы ждем автобус гидом вернее не с гидом а с гидом гидом русскоговорящим и будем изучать Будапешт поэтому до встречи оставайтесь на связи подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх оставляйте комментарии пишите какие у вас впечатления о Будапеште кто был здесь мы не опаздывали но вообще мне нравится а ты поверни к нам надо сказать что здесь очень много разных кафешек очень много причем но тут очень так разве стрит ритейл стрит фуд очень очень много реально кафешек таких авторских не сетевых и хочется постоянно заходить на самом деле недорого да 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 в общем пока все нравится ты держишь кстати там голову срезаешь постоянно у меня же рука устала мышца отключается а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень красиво. Находится на холме, на горе. Не знаю, куда подниматься надо. Не то чтобы как-то очень долго, но... Не долго. Я устала. И, конечно, вид потрясающе открывается. Я не произнесу это назад. Уже я уже сказал. Какая красота. Какая панорама. Прям для селфи, да, панорама? Смотри, все делают селфи. Я даже не сняла. Это из того, что я прочитал. Будапешт делится на две части города. Это Будда, на которой мы сейчас находимся. То есть это более холмистая местность. И Пешта. Это то, что на другой стороне Дуная. Там более равнина. Да. Более ровная местность. И то есть две трети населения проживает там, а одна треть на этой стороне. Ну и то есть все достопримечательности основные сосредоточены именно на стороне Пешта. Я не знаю, вставишь ли это или нет? Конечно, вставлю. Марусь, я делаю фотоотчет. Ты фотоотчет делаешь? Ты. Вдали виднеется купол Королевского дворца. На видео, по крайней мере, вдали. Королевского. Королевского. У нас тут, наверное, по пальчикам можно вот так вот взять. Здесь какие-то раскопки. Что-то здесь было точно. Но никаких опознавательных знаков нет. Или будет, смотри. Да нет. Какие-то раскопки точно здесь велись. Вон, видишь там статую орла? Посмотри, видишь? Сначала послужили. Крылья, видишь, в полете. Вот. И эта часть какая-то вообще совершенно другая. Не похожая на, получается, на Пешт. Да? На вторую часть. Потому что Пешт, он такой какой-то критический, такой вот мрачный. Ну что, ну, он очень классный, красивый. А здесь уже больше такие... Какая-то миленькая, маленькая. И дома как-то больше Бельгию напоминают. Там очень Бельгию напоминают. Ибрюги, да. Прям вот другой мир такой свой. В общем, потрясающий город. Ну, привычно. И непонятно. Я такого никогда не видела. Тех холма вообще как-то Барселону напоминают. Да. Когда мы поднимались на горы, да? Реально Барселона? Вот, смотри, вот раскопки еще. Пожалуйста. Смотрите, раскопки. Там что-то и новое. Вот. Короче, гуляем. Жизнь прекрасна и удивительна. Короче, говори, это слово паразит. Да. Говори, в общем. В общем, спасибо. Подытожим. Подытожим. Первый день в Будапеште. Все нравится. Очень нравится. Погода замечательная. Подожди. О, Марусь, ты в кадре, оказывается. Смитер. Марусь. Да. Ну, расскажи, где ты. Я скажу, где мы в Барселоне. В Будапеште. Какой сегодня день? Третий? Нет, полный второй. Ну, третий. Да ну нет, второй. Ну, если нахождение наше здесь. Считать. Нет, это второй день. Нет, третий. Все равно. Аккуратно. Короче, мы идем к остановке снимать, какая-то есть красота интересная. А я сегодня пролил кофе за завтраком. На меня. На Марусь, на себя. На мои джинсы, на мои томсы самые удобные. Да, теперь она ходит в томсах, которые менее удобные. И натерли ножки. А еще мы нашли водичку, как в Хорватии. Наша любимая. Я она. Я она называется. Вкус клето. Сейчас ищем, где покушать. А потом поедем обратно в Пешт. Да, сейчас мы в Буде. Мы сразу же поедем. Смотрите, где мы живем. А, нет, это мы за решеткой. Марусь. Здравствуйте. Мы вернулись в Вену. Сейчас суббота. Семь вечера. Все закрылось. И мы не знаем, что делать, потому что вылет у нас только в 0.30. Да, кстати, если будете в Вене, то вот, который кафе Захер, там вообще невкусно. А вот мы нашли Демель. Демель, наверное. Вот там вообще бомба десерта. Это тоже старинная кондитерская. Там прям готовят тортики разные. Вообще бомба прям. Ты че? Прическу поправил. Оп, поднялся. Обиделся? Да. Сейчас. Ладно, на самом деле сейчас мы скушли десертик. Пойдем куда-нибудь прогуляемся еще. И нам в 0.30 вылетать. Часов в 10 поедем в аэропорт. В 9-10 там. Да. Музыка. Продолжение следует...